Образование у меня туристическое. Я была студентом второго курса. Мы как-то с подружкой встретились, она говорит, я устроилась на работу. Ну, при том, что мы очно учились. И я ей как-то так позавидовала, думаю, ничего себе, такая молодец просто, будет совмещать работу и учебу. И меня просто осенило, говорю, мне тоже нужна работа. И, в общем, одна моя знакомая, у нее была знакомая, которая держала маленькую лавочку в продуктовом магазине. Даже если бы она продавала не цветы, я бы, наверное, пошла работать. Но это были цветы, при том, что там был абсолютно обычный ассортимент. Там хоризонтемы, розы, гипсофила. Ну, мне как-то удавалось это миксовать и всем, в общем, нравилось. Меня, наверное, захвалили, я поняла, что это мое. Еще два я сменила магазина цветочных. Была флористом наемным. Ну, потом получилась у меня встреча с Андреем, который сказал, ну, ты что, ты же хочешь развиваться дальше самостоятельно. Я говорю, ну, да. Он говорит, ну, давай что-то делать. Инстаграма у меня вообще не было тогда. Ну, и Андрей говорит, ну, давай тогда ВКонтакте, что ли, развиваться. После ВКонтакта мы завели Инстаграм. Там был рост подписчиков. Активные заказы. Я поняла, что, ну, наверное, с теми знаниями, которые я получаю здесь и получила в магазине, где я работала в цветочном. У меня мало. У нас еще был год в Петербурге. Для чего мы туда поехали? Ну, для развития. Вернулись сюда уже с таким боевым настроем, что, естественно, флористом я не пойду уже обратно. Это шаг назад делать, чтобы идти обратно в салон. И мы открыли мастерскую. Несмотря на то, что есть мастерская, есть там тоже есть холодильник, тоже есть возможность хранить цветы, у меня редко, когда было большое количество цветов в наличии. Люди хотели букет, мне приходилось отказывать. Я поняла, что мне нужно место такое, которое будет открыто всегда, куда могут приходить люди всегда, где будут всегда в наличии цветов. Это, наверное, какой-то маленький, уютный, цветочный магазинчик, и самая его главная особенность, что он один, это не сеть цветочная. То есть он один на город, и хочется, чтобы люди со всего города к нам приезжали, и они так делают. Новости о карантине мы встретили осторожно, ориентируясь на москвичей. Они в инстаграме все объявили о том, что мы закрыты, мы закрываемся. И тут я, конечно, испугалась, что неужели нам придется закрыться. На радость нам. Заказы-то шли. Я понимаю, ну как мы можем закрыться, когда люди заказывают. Единственный ужас мы почувствовали с поставкой цветов. Мы же зависим от нее, и это перебойные поставки цветов, это самолеты, которые сократились в Новосибирске. Нам-то хотелось больше цветов, но не было возможности. Мы как-то еще переформатировались тоже быстренько. Мы сделали бесплатную доставку от 2 тысяч рублей. И заказов стало еще больше. И, в общем, мы работали в закрытом режиме, так что к нам нельзя было зайти только на доставку. То есть вот эти доставки нас очень спасли. Я делаю практически все. Я закупаюсь. Ну, опять же, там, в бизнесе дела, бухгалтерия. У меня куча всяких висяков, которые я не успеваю сделать. Но все равно все работает. Я плачу, если что-то там не получается или там плохой, вдруг мне дай бог отзыв. Это прям моя душа, наверное. Все мое. И каждая деталь, как продуманная, там, мной. Я хочу развивать это дальше. Сейчас, пока я в декрете, я отпустила, и девчонки свой скилл вообще повысили хорошо. Я прям рада. То есть все на них, и я прям вижу, что все очень хорошо получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!